в этом сюжете тоже пришлось убрать музыку вот тут я увидел напоминает прям люстру но это из камня но все может быть все может быть и камни тоже осветились вот когда понимаешь что это литье было тогда это все складывается вот эти все колонны потом минимальные зазоры все вроде становится на свои места вот так люди заморачивались от нечего делать да что ты сейчас еще покажу зазорчики где-то они уже совсем маленькие где-то немножко видать отошли и там вот левее по моему совсем зазоры миниатюрные ну вот сколько тут зазор максимум 2 миллиметра сейчас еще покажу колонну тоже скорее всего литье ну вот дошел до этих колонн ну черный не знаю наверное скорее всего искусственный если это литье тогда мне понятно видите она конус идет и вверх конус тоньше внизу чуть-чуть толще посередине сама толстая и если это литье но все равно мне единственное непонятно как их полировали вот видите снизу толщина потом идет утолщение и потом опять на убыль тоньше ну где-то метра два не диаметре не знаю полметра наверно самом толстом месте посередке где-то вот дошел до андреас кирхи названием андреас тут я ничего не вижу работ у меня было подозрение что изначально что вот те три рабочие по сбору в центре это ли правом кирхи собор и мартини а вот эти три скорее всего в этом не участвует значит еще конечно во двор заглянул но есть у меня сомнения в принципе они изначально были но на всякий случай шунгитик оказался во всех и 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 в общем не серьезных изменений а тут не вижу материала весь выложу сейчас сожалению все таки надо все с собой носить погода отличная ветра практически нету я в лип франк ирхи был когда на башне был сильный ветер очень сильный но я лестницу не смог так как у меня не было фонарик и сейчас я возвращаюсь снова домой беру фонарик мультиметр у меня уже с собой но все равно еще раз домой надо идти взять фонарик чтобы отснять лестницу в общем надо было сразу сумку с собой взять просто мультиметр положить я был бы полностью ничего прогулка не помешает лишняя не будет тем более живутая совсем недалеко что 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 и и в этом в этом сюжете я тоже убрал оригинальный звук тут шел говорил еще был к вот этот маркт праздничные вот эти там карусели стоят будочки всякие разные сейчас данный момент уже нету и рассказывал о том что вот из-за того что сегодня происходит одним надо что-то делать другим не надо кто народ кто на работу ходит и не сделал то что надо делать тому надо делать другое в общем такое идет вообще ну как я уже говорил психиатрии им а а а но в и или а а и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не знаю как это будет, все видно Потом на видео Вот пол Вот это уже похоже на старый камень Тут целая плита Скорее всего она залитая И вот тут железо Прямо в нее вставлено И кстати оно со свинцом Вон по бокам свинец Со свинцом Видно было? Нет хоть? показываю не знаю что таких условиях не очень хорошо съемку вести вот посмотрите какие углы там это вроде как бы вырезано да нет сомневаюсь вот тут чердак фрутис вот арочка выложена что тут было так изначально стена очень толстая где-то метр с небольшим сейчас попробуем удалить что там посмотрим там стены тоже вижу каменные вверх туда все уходит ну в общем то чердак ладно много новых балок мининых что тут еще интересно вот угол смотрите какой угол интересный и тут конечно же как же без кирпичей и кирпич но кирпич похоже скорее всего старый это наверно скорее всего как раз 19 век кирпичи я как-то колол кирпич искры летели такой подобный кирпич искры летели и он в результате раскололся совсем не так как я хотел ну да ступеньки явно новодельные их потом сюда прилепили похоже изначально тут все по-другому в ну вот так но видите какие закругленные там камни вырезали да и вон один камень средний которую он по моему не знаю я не вижу что ты почти на всю длину вот это камушек вот угол представляете как заморачивались люди просто обалдеть ну пошел и выше там уже следом за мной еще появились желающие посмотреть тоже пойду потихоньку наверх камень некоторые совсем вот как колоты какой-то вот ровный возможно тут и перекладывали когда-то вот еще окно ну вот посмотрите что тут происходит в этом камне это что-то странно это тут вообще похоже на штукатурку что ли было идем дальше потихоньку так там окажется свет можно включить на лампочки не с него везде загорелись но все равно освещение слабенькая с фонариком я думаю все тут можно лучше разглядеть вот блин сейчас она мне тут рассвет не включила тут ровные камни там все сподряд как забутовка что ли и туда я же говорю там похоже на штукатурку и вот тут она осыпалась вот эти камни нормальный какие-то вот здесь лицевые они вырезаны или вылитые а там дальше забутовка из-за штукатуре на под камень скорее всего это пусть ждешь вроде бы мы доходим наверх а можно фонарик выключить сегодня ветра почти не за выброса так вот у башня показывал же кстати она похожа эта башня чуть чуть выше но я смотрел с другой горы они вроде как выглядят на одном уровне отсюда я смотрю она вроде выглядит выше вот а вот водонапорная башня так что мы тут еще интересно сейчас увидим напротив башня быстро сказать ничего не получается разглядываю чуть-чуть приближе чтоб и вы могли смотреть так что мы тут видим такое впечатление что ее перед перекладывали какие-то камни ровные какие-то новые какие-то старые совсем не в тему лепили из того что было но довольно неплохо прикольно прикольно вот эти скорее всего собирают собор и мартини и вот на которой я нахожусь лип франкерхи три штуки вот так и хорошо видно посмотрим по одной вот он собор и отсюда и следующее лип франкерхи о лип франкерхи я на ней нахожусь мартини ну а в те две следующие я думаю уже смысла нет идти они скорее всего не в цепи они не работают так где она вот она нашел сейчас ее приближе так она мониторе я ее теперь не вижу а вот она вот там торчит такой маленькая башенька вот она скорее всего они не в теме и последние так где же у нас последние и как ее разглядеть какого окна вопрос еще а вот она сейчас ее приближе не помню название врать не буду вот она вроде хорошо видно в общем 6 штук 3 похожи в работе а 3 нет ну вот колонны что тут интересного сама башня вот внутри сделано довольно капитально выглядит они довольно вот эти вот колонны неплохо такое впечатление что их позже сделали или зачистили непонятно не могу понять тут вот солнышко попадает вроде как бы пара отверстия какие-то были ну вот эти напротив башни они чуть чуть повыше конечно вот туда на самый верх там думаю вид немного выше но как минимум на пару этажей так это я получается вот если отсюда смотреть я стою напротив вот этих вот на этом уровне там еще два этажа как минимум и вот антенны к сожалению сверху не нельзя посмотреть нету квадрокоптера да и квадрокоптером тут нельзя а вот боковые видите они заостренные были на больших острее или нет сказать сейчас сложно может быть фотографии посмотреть где-то стоит и можно что-то будет найти там тоже вот угловые камни они ровные а вот все остальные такие перемешку так думал отсюда лучше будет видно ну башню как бы можно наверно рассмотреть а вот серединку отсюда не видно сейчас я другого окна посмотрю на серединку вот так вот так видно там колонны тоже одноточно вроде переделанная что-то там деревянная вот тут еще бинокля не хватает вообще конечно туда вовнутрь зайти вот наверно на уровне тех башен получается вот та водонапорная башня а это чуть чуть ниже ну в общем то все что хотел я посмотрел вот этот камень совсем что-то на песчаник не похоже что это за камень совсем непонятный и тут вот тоже но это скорее всего тут потемнело этот нет еще так внизу вот так я уже не помню даже выложил я креатив кому вот это вот где штрафы выписывают за парковку там и так далее все в таком духе вот это здание снимал там несколько этажей то есть с этой стороны где-то на это за три получается вот земля там с другой стороны глубже все и там дом стоит а под тем домом который кирпично-балочный под тем домом каменное здание он стоит на каменном каком-то метровыми стенами в общем тут все так как у нас говорили без пузыря не разберешься ну вот такой городок хальбристад не он принципе нравится небольшой не очень много суеты когда приехал германию сначала хотел уехать большой город потом пару раз я съездил большие города покатался там на машине и сказал нет не хочу я большой город там пока куда-то доедешь столько светофоров надо простоять мы по моему с коллегой там когда работал я еще с гипсокартоном берлине мы поехали через центр я точно не помню по моему 32 километра было расстояние и чуть больше часа а нет около 40 чуть больше часа 32 километра было еще больше он горит до такого быть не может такое маленькое расстояние дольше там что-то в общем мы эти 32 километра по моему час двадцать ехали что ли это вот так вот большом городе жить ну хотя честно говоря в этом городке такая же проблема светофорная я не знаю у меня такое впечатление что кто-то кому-то приплачивает что ли чтобы тут не делали кольцевых дорог тут столько но тут светофоров ну максимум там пять шесть штук можно оставить остальные просто все убрать можно сделать кольцевые дороги все нет нет светофоры лепят новые светофоры добавляют так а туда не тут даже сделали кто-то наверное уже после меня после того раза пытался я в тот раз не рискнул тут уже написали что-то ну ну короче использовать нельзя ну вот все что на сегодня я хотел показать что участвует в сборе что не участвует но это все так скажем ничем не подтверждено но хотя вот работы вдруг начали много проводиться там что-то сделали в соборе что-то вот вокруг собора делают и вот тут работы проводятся поэтому возможно это все таки есть потому что канал только в плюс я смотрел он говорит работы проводятся после шунгита вот представьте вот такой круглый камень вырезать да сюда чтоб ставить для опоры причем они все такие раз два три четыре пять шесть шесть штук а видосик вот сейчас сделаю с самого верха что-то я опустился уже надо подняться какой вот прикольный вот так вот вот так красиво сейчас с освещением блин что ж она мне в тот раз свет не включила я бы может сейчас я не ходил бы сюда за фонариком еще бегал высоко сколько тут тоже даже не знаю ну пять наверное точно а там еще он квадратная лестница уходит туда там наверно еще этаж а может быть даже и больше не знаю ну ступеньки позже сделаны вопрос когда тоже скорее всего они давно сделаны особенно если судить по металлу металл кстати наверное уже вот такой наш он очень сильно съеден ржавчиной просто вон такие ямы там серьезно его покушала ржавчина так все на этом все хотя не знаю сейчас еще выдумал что-нибудь опять увижу такое тоже бывает часто так уже я показывал да да вот там чего у нас вообще внутри то а там тоже чердачок фрутис чердачок камни 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 просто жесть все пошел и туда да как я говорю рано прощаться тоже нельзя потому что обязательно может что-нибудь увидеть вот такие углубления одно и вижу второе так сейчас осмотрюсь вроде больше не видать вот еще одно углубление что тут было не знаю представления не имею так это же я уже показал что там за бутовку сделали штукатурку под камень но почему-то они с наружным камнем швы сделали они не совпадают ну наверное делали так лишь бы симметрично просто сделали и все более-менее одинаковые говорю же все никогда не бывает этих камней раньше не было по периметру вдоль дороги ну вроде как бы на газон не наезжали или что там в принципе тротуар вот так вот камней глыб наложили по всему периметру ну причем на видео они маленькие они довольно немаленькие вот у нас тоже пирамиды есть четыре штуки причем они в качестве фонтанов вот там сверху видите щели на самих пирамидках оттуда вода бежит летом и там старый вокзал но его конечно же обновили немного по-другому выглядел четыре штуки пирамидки ты дома возле собора почти 150 было вот что у меня показывают дома ну практически в три раза разница да но если я поменяю руки я там тоже менял чуть чуть меньше там было а тут ну тоже меньше вот такие вот результаты вот это вот